Добрый день, уважаемые студенты. Надеюсь, что меня слышно. Здравствуйте. Спасибо за отклик. Значит, у нас с вами, во-первых, начинается семестр, с чем я вас и поздравляю очередной. Сегодня у вас первое занятие. Напоминаю, что вы сейчас находитесь на курсе администрирования локальных сетей. По-моему, сетей. Да, администрирование локальных сетей. Значит, этот курс у вас нацелен на то, что вы попробуете сделать проект по планированию и настройке локальной сети организации. Значит, в основном это у вас лабораторный практикум. Ну, давайте немножко пробежимся по тому, из чего, собственно, наш курс будет состоять. Так, надеюсь, виден мой экран. Значит, показываю на примере прикладной информатики. У фундаментальной информатики информация вся та же самая. Значит, традиционно с документами дисциплины вы можете ознакомиться в соответствующем разделе. То есть, вы можете посмотреть программу, БРС, ФОС, ну и какую-то дополнительные данные, которые вам не хватает. Основной материал изложен в учебном пособии 2017 года. Некоторые вещи могут на практике отличаться, но это в основном на первых лабораторных работах в связи с обновлением софта. Основной софт у вас пакетрейсер, поэтому на сетевых технологиях, которые вы все изучали, вы доступ туда получали. Если какие-то сейчас проблемы есть с доступом, то вам надо его восстановить. Так, немножко на БРС. Значит, курс у вас семестровый, то есть это два модуля. Тематический курс разбит на два больших раздела. Это администрирование коммутируемой сети и администрирование маршрутизируемой сети. Ну, так получилось, что, в общем-то, равномерно разбились темы на равномерно, на две части. В БРС у вас переведена разболовка из расчета один раздел общая сумма 50 баллов. Примерно по времени выполнения. Значит, первый раздел, это первые восемь лабораторных работ, это до середины апреля. Одна лабораторная работа в неделю. Если у вас по учебному плану в апреле месяце, в середине апреля предусмотрена промежуточная аттестация, то есть зачеты экзамена, тогда набранные вами баллы за первую часть будут продублированы. Ну, то есть, если вы набрали за семестр 45 баллов, то в ведомость пойдет 90 баллов. Надеюсь, что этот момент понятен. Если этой промежуточной аттестации нет, то сколько набрались, столько набрали, и итоговая оценка тогда будет проставлена в конце семестра, то есть в июне месяце. Вот. Так. Значит, из чего у нас, собственно, собираются эти самые баллы? Как уже было сказано, это в модуле, это восемь лабораторных работ, один доклад и тест. то есть за семестр, за всю дисциплину у вас 16 лабораторных работ, два доклада и два теста. Тест проводится один в середине апреля, ну, или там, в начале апреля, и второй – это в июне. Так. По баллам. Есть вопросы по распределению баллов? Так, одну секундочку, у меня телефон, буквально две минутки. Так, продолжим. Так, если вопросов по разбаловке не возникло, то возвращаемся к курсу. Так, значит, тема докладов на каждую часть можно выбрать вот в этих разделах. То есть, если вы планируете что-то доложиться, то вы делаете отметку в разделе тема докладов к темам занятий соответствующим. По итогам вашего выступления. Выступление делается в лекционной части наших занятий. Вы, как обычно, готовите презентацию, готовите реферат, то есть, скажем так, текстовое изложение того, о чем вы рассказываете, оформленное как реферат, и выкладываете материалы в разделы «Сдать доклад» по соответствующей теме. Надеюсь, не запутаетесь. Так. Значит, распределение вот по темам с 1 по 8 и с 9 по 16 это строго, то есть, нельзя будет в мае месяце рассказать что-то по темам с 1 по 8, поэтому для себя планируете, что вы там будете выбирать. Так. Значит, на курсе есть видео по регистрации, если у кого-то там проблемы и нужно вспомнить или заново новую учетную запись сделать, но надеюсь, что вам это не понадобится. Значит, в течение лабораторной работы вы работаете с проектом фактически единым, кроме первых лабораторных работ, и убедительная просьба соблюдать правила соглашения по именованию устройств. То есть в первой части у вас вводятся территории в наших лабораторных работах это Москва, МСК. Затем ваша учетная запись там, если вас зовут Иван Иванович Иванов, то это ИИ Иванов. Затем вы указываете тип оборудования, если это свитч, то это СВ латинский, если это маршрутизатор, то ГВ, то есть Гитвей. Если это у вас оконечное оборудование, то есть компьютер, то вы можете назвать его PC1 и ваш логин. Вот. Значит, вот это наименование должно быть как на рабочей области Покеттрейсера, так и в консоли того оборудования, которое вы настраиваете. Надеюсь, вы помните, как что выглядит. Так, значит, по сдаче лабораторных работ. Значит, напоминаю, что лабораторные работы делаются под запись, как и предыдущих на всех наших курсах. Готовите запись о выполнении, готовите запись в защиту лабораторной работы. Старайтесь сделать запись защиты достаточно короткой, отразив в ней реально то, что вы сделали в процессе выполнения работы с подтверждающими скриншотами. Также готовится отчет с основными скриншотами и вашими пояснениями по выполнению работы, либо по той информации, которая выводится после настроек оборудования. Значит, в лабораторных работах у вас в конце обычно есть контрольные вопросы. Пожалуйста, во время выполнения лабораторных запись выполнения лабораторных работ давайте ответы на эти вопросы там, где это возможно, с подтверждением команды. То есть, например, если у вас идет вопрос приведите основные последовательности команд для задания на марштизаторе имени, адреса, интерфейса, то вы можете в отчете привести те команды, которые вы вводили для настройки, либо привести какой-то пример в самом проекте. То есть взять, вывести устройство в рабочую область и там показать, что вы знаете эти команды, что результат согласуется с тем, как вы отвечаете на вопрос, если это касается команд. Так, значит, сразу останавливаюсь на первой лабораторной работе. Значит, она вводная. Планировалось изначально, что люди еще не знакомы с пакетрейсером, поэтому здесь данные основные вещи связаны как с базовым курсом в Цисконеток Академии. Такого курса уже у них нет, у них более новый курс и ссылочка на него дана в самом нашем странице нашей дисциплины. Вам нужно будет пояснить просто устно что содержит интерфейс пакетрейсера, пройтись как сделать такой гид краткий и сделать базовую такую настроечку, небольшую сеточку, так скажем, с минимальными настройками, чтобы вспомнить как и что у нас делается при помощи интерфейса пакетрейсера. Вот это по первой лабораторной работе. Вопросы есть? Вопросов нет. Дмитрий Сергеевич, вы будете сегодня что-нибудь рассказывать? Несомненно. Несомненно. Я передаю вам слово. Сейчас я возьму слово. Секундочку. Так, пока Дмитрий Сергеевич готовится, значит, вопрос в чате. По поводу ответов на вопросы в текстовом отчете, нужно их писать или только в видео. Проговаривать в видео нужно, в отчете желательно отразить формулировку вопроса и кратко дать текстовую форму ответа. Либо скриншоты, если в процессе выполнения у вас ответ совпадает с тем, что вы делали в процессе выполнения работы. Бывает просто по-разному. Иногда вы в видео что-то забываете либо сказать, либо сделать, но при этом поместили это в отчет. И наоборот. Поэтому это двойная проверка и собственно лучше, чтобы вы делали и там, и там фиксировали ваши результаты. Так, ну давайте я начну. Спасибо. Меня видно? Рабочий стол виден с тем с тем с тем больше не нужно. Итак, вначале я кратко хочу остановиться на прагматике, то есть зачем этот курс вам читается, нужен он вам или нет. А дальше мы кратко обсудим первую лекцию по пакетрейсеру, что он из себя представляет, какие еще средства есть. Поскольку предполагается, что это вы лекцию просматриваете дома до занятий, поэтому будет хорошо, возникнут вопросы. Но если вопросов не возникнет, то это будет очевидным указанием на то, что никто не читал и никто не готовился. Итак, давайте вспомним, чему вы собственно учитесь, кем вы должны стать. Это очень просто. Сначала поймем, какие есть учебные заведения. В российской системе образования высшие учебные заведения делились на университеты и институты. Институты. работой университетов являлось производство научно-педагогических кадров. основным результатом работы институтов являлось производство инженеров. то есть тут у нас в институтах изучались конкретные дисциплины, конкретное их применение. В результате получались инженеры. Ну и не только в Советском Союзе и России, но и на Западе примерно такое же разделение и было. еще тут можно выделить какие педагические вузы. это такие университеты на минималках. Они готовили педагогические кадры для среднего образования. университетов науки и высшее образование. педагогические предвузы ведомства просвещения. Ну и как на Западе тоже это специальные профессиональные школы. Вот так назовем их. Ну скажем в Штатах эти профессиональные школы они при университетах есть. Это у нас медики, юристы и так далее. То есть те, кто занимался практическими вещами. И так же как на Западе первая волна как в Англии была. Кстати у нас точно так же эти волны совпали с Западом. Первая волна это было 60-е годы, когда решили увеличить количество университетов как наиболее прибыльных и интересных организаций. И часть педвузов были переделаны в университете. Это в Англии так называемые стеклянные университеты. Это университеты, которые в 60-х годах были сделаны у нас из педвузов, а там и институты тоже присутствовали. Ну например Тартовский университет, в котором Лотман работал из педвуза сделан. И в 90-е годы у нас стали институты переименовывать в университеты. И в Англии это кирпичные университеты называются. Как раз 90-е годы это 60-е годы это 90-е годы. но в отличие от педвузов, которые фактически как вы помните университеты на минималках и их приподняли чуть-чуть, не все правда, но часть они стали такими псевдоуниверситетами, то институты как таковые в университеты преобразовать до конца и не получилось. То есть если вы идете в институт, то вы становитесь инженером и идете дальше на производство. Наш университет это реальный университет настоящий. То есть это второй университет в Москве, первый университет НГУ и второй университет у нас сейчас как раз был празднество юбилея университета, как вы помните. Так вот во втором университете у нас наш университет мы готовили научно-педагогические кадры. таким образом вы становитесь научным кадром. Вы можете заниматься наукой и можете преподавать. Это основное. Ну, естественно, не все из вас этим займутся. Часть пойдут заниматься инженерной деятельностью, а часть пойдут в офисы. Ну, это нормально. Итак, давайте посмотрим, кого конкретно готовит наш факультет и вот наше направление. Итак, у нас две кафедры. Это прикладной информатики и теории вероятностей. и кафедра информационных технологий. А что их объединяет, это компьютер сайенс. То есть вы занимаетесь компьютер сайенсом. Конкретно если вы идете как научный работник, то научный работник, как вы помните, проходит все ступени, то есть у вас бакалавр, магистр, кандидат наук и доктор наук. если вы не собираетесь идти по научной части, то вы можете пойти и по инженерной части, по инженерной части, это вам нужно закончить бакалавра и магистром. и по пролетерию по рабочей части синим воротником, тогда вам воротничком, тогда вам бакалавра достаточно. Кафедра ПИТИТВ вот в этом ракурсе у нас дает моделирование. Мне Анна Владиславовна говорит, что эта беседа лучше на моделирование перенести, и я так и сделаю в расширенном виде. Это матмоделирование. Тут у нас компьютер сайнс какие-то работы, и тут компьютер сайнс уровня программист системный администратор. Программист системный администратор. Поскольку у нас модели рассматриваются не только физические, но и телекоммуникационные, то вам в любом направлении нужно знать администрирование компьютеров и администрирование сетей. Вот собственно вот на ознакомление вас с администрированием сетей и направлен данный предмет. ну и соответственно он вам может пригодиться и на научном поприще, если вы будете моделировать сети. На инженерном, то есть можно пойти не только по пути разработчика, чему вас должно учить кафедра ИТ, но и по пути системного инженера, системный инженер, ну и то, что сейчас модно называть DevOps. Ну и рабочая специальность, это не только программист, рабочая специальность, но и системный администратор и сетевой администратор. если вы не в общем, это все три разные направления. Я хотел еще сказать, что если вы не пойдете учиться на магистратуру, то в данном направлении вы вряд ли подниметесь до уровня магистра. к сожалению. наверное, все, что я кратко хотел сказать. Если вопросов нет, как вижу, нет вопросов, то давайте мы попробуем познакомиться с пакетрейсером. Значит, что же мы тут учим? А мы учим построение сетей, тут опять же напомним вам, как сказала Анна Владиславовна, мы курс строим следующим образом. Мы начинаем сети маленькой организации, буквально совсем немного десяток другой человек, и она потом разрастается до сетей, сначала маленькая сеть, и потом она растет, становится больше на несколько территорий, на несколько стран, соответственно, мы добавляем разные технологии к этой сети, чтобы она продолжала работать, то есть эволюционно мы выстраиваем все больше и больше сети. Но в нашем курсе не отмечены на данный момент специфические темы, которые мы когда-нибудь потом, наверное, добавим, но если вам будет интересно потом, то мы на лекциях их обсудим. например, каких тем, например, у нас нету построения цодов, то есть это очень модная вещь, но пока не добавили. У нас пока просто такие сети. Нет, соответственно, облака, тоже мы не строим и так далее. Итак, естественно, чтобы вас обучать, нужно или железо, или каким-то образом эмулировать нашу сеть, виртуальную реальность такую сделать. Ну, на самом деле, опять же, когда с железом работаешь, тоже вначале хорошо бы поучиться на виртуальной реальности, а потом из-за железа взяться. Но у нас это не профильный, мы не институт, в конце концов, по сетям. У нас никто на железо не выделит ресурсов, и мы используем эмуляторы. Когда мы начинали этот курс, у нас была дискуссия, эмулятор использовать. Мы пробовали разные, но вот давайте посмотрим. Значит, Cisco Packet Tracer, он очень удобен. Это не настоящий эмулятор, в нем защита вся работа всего оборудования, то есть в коде эмулируется, но он был тогда не очень свободным, то есть его можно было использовать только при обучении в сетевой академии Cisco. Ну, естественно, были и ворованные версии, грубо говоря, но мы естественно не могли использовать при обучении. Но с некоторого момента Cisco он вот Cisco I.U. Вот такой вот инструментарий они сделали. Это инструментарий другого уровня от уровня GNS3 и IFNG. Он стал основным и Cisco Packet Tracer перешел в разряд инструментария, который можно использовать для обучения. Ну, для этого нужно скачать его с сетевой академии, то есть подключиться к бесплатному курсу, как у вас описано, и скачать. И можно использовать. Дальше нужно сказать, что обратить ваше внимание, что они специально делаются так, что они несовместимы сверху вниз. То есть вы более младшей версии Packet Tracer не сможете читать конфиги, которые файлы, которые сделаны более старшей версии. Вот у нас Cisco iu и свободные варианты. Значит, тут у нас другая идеология используется. Тут у нас набор виртуальных машин, в которых крутятся прошивки, то есть операционные системы от конкретных устройств цисковских. Ну, вот в ГНС-3 и ФНГ могут быть необязательно цисковские устройства и они естественно тогда полностью повторяют, если тут мы в Cisco Packet Tracer симулируем работу устройства, то тут сами устройства и работают как бы железные. ГНС-3 раньше появился и ФНГ позже. Разница между ними не очень большая. Ну, и ФНГ он полностью перешел на веб-интерфейс. Идет в виде имиджа, который вы запускаете. ну, честно сказать, что и ФНГ он немного продвинутей, чем ГНС-3 и работает сразу из коробки. Но вот такая вот ерунда, что для того, чтобы использовать его на полную мощность, нужно платить отчисления. Лицензия не мешает этому. Ну, и соответственно, плюс, недостаток, еще, что вам нужно иметь имиджи ваших железок. Имиджи. имиджи. вот так вот. Имиджи. Значит, вам нужно имиджи железок иметь, которые тоже просто так не валяются. И их использовать при обучении тоже достаточно сложно. Есть свободно доступные имиджи, например, микротика, разных других вещей. И кроме того, мы можем использовать имиджи. Поскольку сами используем технику Cisco, формально мы можем эти имиджи использовать. Какая еще разница? Вот тут у нас на софтовом уровне реализованы и коммутаторы, и маршрутизаторы. Ну, естественно, разницы нет на софтовом и коммутаторы, и маршрутизаторы. но разница в том, что у коммутаторов очень большая доля их функционала вынесена в iSig, то есть такие микросхемы, которые выполняют специализированные функции, и без них они собственно не работают. Поэтому вот тут вот как таковых коммутаторов то и нету. Ну, есть имиджи таких левых коммутаторов, не цисковских. В циско, как я понимаю, есть коммутаторы. Значит, Huawei, это такая же штука, циско пакетрейсер. Он, естественно, был, когда пакетрейсер нельзя было использовать напрямую, Huawei пользовался определенной популярностью, там железки только Huawei были. Но с одной стороны это и удобно, и с другой стороны это давало возможность учить людей работать именно на Huawei. Но потом не занимаются они обучением как циско. Вот у циски большая часть работы еще и научные и педагогические обучения вещи. А Huawei этим не особо занимается, так что эта софтинка как-то загнулась немножко. ее запустить можно, но уже не поддерживается. Басон нет сим. Значит, это тоже типа циско пакетрейсера. Значит, Huawei под Windows, басон нет сим тоже под Windows. Он отличается от циско пакетрейсера своим предназначением. если циско пакетрейсер достаточно универсальная вещь, то басон нет сим делается для подготовки к экзаменам циско. Там, собственно, покупается не столько сам симулятор, сколько набор заданий. Вы тренируетесь, проходите экзамены циско. ну и вот роутер циско CSR это новый у них роутер для клауд сервис. Ну, тут идеология интересная у них. Они раньше делали нормальную ну, как они покупают и все. У них было железо, какой-то процессор, ARM тот же самый. ну, Intel. И операционка поверх этого. Соответственно, операционка должна работать под определенное железо, иметь это iOS. И они часто не могли менять железо. То есть, вот, большая связь. сейчас они перешли на другую технологию. У них хард какой-то. Дальше Linux. И в виртуальной машине их операционка. очень удобно. Тут у нас драйвера. Тут у нас любое железо, которое поддерживает Linux. Заботиться о драйверах не нужно, о работе с железом не нужно думать. И iOS как бы вот в таком виде работает у них. Итак, GNS3. Ну, на самом деле, опять же, тут у нас все можно и конфиг в виде файла написать. Там язык есть, на котором конфигурация пишется. Но реально GNS3 состоит из графического интерфейса с мышевозюканием. И вы перетаскиваете конкретно устройство, которое вы вставляете в этот GNS3. То есть, чтобы это устройство появилось, вам нужно под него прошивку закачать. И перетаскиваете сюда, запускается виртуальная машина. Ну, соответственно, если у вас много однотипных, они могут крутиться в одной виртуальной машине. Ну, и чем больше схема, тем больше ресурсов требует эта софтина. Ну, вот такая вот графически достаточно просто. ИФНГ, как я сказал, они по примеру ЦИСКи сделали интерфейс, веб-интерфейс, типа под любую операционную систему, на Ява скрипте. Что тут у нас работает, опять же, я говорю, это у них виртуальная машина. Работает все-таки, по-моему, только на И-386. Это виртуальная машина. Ну, вот. Все точно так же. Перетаскиваете и схему делаете, запускаете. Можно работать групповым образом, то есть все это хранится, если вы на сервере развернули, на сервере хранится, поскольку через веб-интерфейс очень удобно через сервер все отпускать. Это вот Huawei. Как видите, разницы большой нету, все примерно одинаково, но он похож больше на пакетрейсер, всего рисовали собственно с пакетрейсера. Можно установить Huawei, запустить, посмотреть, как работает документация на китайском языке в основном. Попрактиковаться в китайском языке опять же, можно. вот басон нетсим, вот обратить хочу вот на вот этот кусок. Вот у нас видите прописаны лабораторные, которые нужны для подготовки к сдаче экзамена. То есть вы запускаете лабораторную, вам сразу какая-то тут топология делается. вы это можно и в пакетрейсере делать, пожалуйста, просто это не идет в комплекте с самой самим пакетрейсером, он все вот эти вот лабораторные идут в комплекте с разными курсами, а тут наборы лабораторных и собственно деньги-то берутся именно вот за эти лабораторные, а не за симуляторы. Вот с SKU, опять же веб-интерфейс, вот всякие устройства, ну все стандартным образом. Использовать ее нельзя в лицензионном соглашении даже просто так ее использовать нельзя для личных нужд. И наконец пакетрейсер, который мы используем. Ну вот они любят в разных версиях менять интерфейс немного, но там какие-нибудь иконки другие сделать, цвета другие еще. То есть вещи, которые вовсе не принципиальные, которые только затрудняют жизнь. Но в одной из версий у них был то ли глюк, то ли такая идея была у них. У них все было очень крупным шрифтом сделано. Кегль большой. И совсем ничего не помещалось на поле, на котором собственно вы строите сети. Значит какие у нас тут элементы? Вот у нас сеть можно логическую строить и физическую. То есть физический вид сервера, где находятся в разных территориях. Опять же мы на физическом уровне протягиваем кабель между территориями. Учитывать нужно, как вы помните, длину кабеля. ну вот это вот у них тут у нас сбоку нарисованы всякие тузы, сейчас они наверх переехали, ну типа рамку нарисовать, пояснение, удалить, кружочек нарисовать. Это скорее эллипс или овал. Дальше у нас есть два режима реал-тайм и симуляция. Реал-тайм это вы как будто вы с сетью работаете напрямую, делаете сеть, пингуете, смотрите, как она работает. А в симуляции вы можете рассмотреть подробно, как идут пакеты, то есть вот на уровень пакетов опустились, естественно, не в реальном времени. Вот она физическая область, у нас тут какой-то город Н, какой город непонятно, это город, он разбит на разные кварталы, ну естественно этих городов можно сделать несколько, пожалуйста, подсоединили новый город, сделали, новое здание в этом городе и так далее. Ну вот построить можно реально, как это выглядит на местности. Но в основном чтобы вы увидели, как железо выглядит, виртуальная реальность, ну и задним, чтобы вы учитывали длину кабелей. Вот логический вид. Роутер поставили, два коммутатора и наши два PC. опять же к роутеру не подключаем PC напрямую, к роутеру всегда через коммутаторы. Значит, вот у нас вот тут разного типа оборудования, значит, коммутаторы разные, компьютеры, линки разного типа и так далее. Правой кнопкой нажимаем на железку и вот у нас выпадает вот такая менюшка. У нас физическая картинка, как она выглядит с портами. Мы можем там набор разных дополнительных плат расширений, мы можем доставлять. Конфиг вот такой вот вид, я не знаю, зачем он наверное нужен, вы тут можете сохранить конфиг. Как вы помните, у нас два конфига ранинг, то есть рабочий и сохраненный конфиг. Они могут быть разными, могут быть одинаковыми. ну и вот тут у нас вкладка командный интерфейс, как интерфейс при подключении к железке. Вот у нас этот интерфейс, как будто вы по какому-то интерфейсу подключились к железке. Код и вы пишите. то есть конфигурация ASCUD. Да. Так вот, ASCUD. Ну и собственно конфигурируйте, как вы всегда и делаете. Естественно, что ну вот у нас сейчас в этом в курсе нету. Естественно, как только вы дорастаете до больших сетей, вам становится лень конфигурить каждую железку отдельно, и вы делаете централизованное устройство, сервис для конфигурации. Но и в CISC, например, они особенно для разных облачных провайдеров и так далее, у них тоже есть разделение, ну вспомните, что у нас есть в телекоммуникациях, в телефонии разделение на данные и на управление. Два разных уровня, и логически у нас и в IP тоже, но практически в IP у нас смешано. Дата и контрол смешаны и управление. они предлагают, что у нас есть опять же железка, которая управляет всеми коммутаторами, разливает на них конфиги, софт и так далее. Но вот это применяется при конфигурировании давно Wi-Fi сетей. У нас точка доступа может быть подсоединена только проводом. в межсетях это по витой паре, питание тоже идет по витой паре, опять же, это точка доступа, и они не конфигурятся, они вот такие без всякой конфигурации. И при загрузке, то есть у них определенный специальный образ операционной системы, который не работает как образ точки доступа, а работает только для того, чтобы получить с контроллера компьютер контроллер или одну контроллер получить имидж и конфиг затянуть его, загрузиться и начать работать. Ну, собственно, при большой сети вот так все и делается. Если у нас PC, то у нас получается еще вот вкладочка разных сервисов, например, вот сервис наиболее востребованный вам, это Desktop. На этом сервисе вот как это называется терминал Talnet Talnet, да. Talnet включать можно. В общем, это терминал на компьютере, причем терминал Unix, этот не Unix, а Windows терминал. Соответственно, и команды все как Windows. Ну, с этого терминала выпинговать можете, смотреть конфигурацию и так далее. Итак, способ подключения по GUI. GUI, кстати, есть у нас и про конфигурации обычных CISC, но я не умею им пользоваться. Он выше моего понимания. Кроме того, он не всегда работает, так как хочет он себя считает, себя считает умнее, чем вас. вот так вот. Командный интерфейс, командный интерфейс в эмуляторе можно вкладочку взять, естественно, что если у вас железное оборудование, то у вас нет вкладочки командный интерфейс. И у вас остается следующее, или по кабелю у нас Talnet SH, SH тоже, к сожалению, не всегда получается, потому что за него нужно платить CISC отдельные деньги. терминальный кабель, но особенно терминальный кабель для начального конфигурирования, потому что адресов нету, соответственно Talnet не заработает. Вот это в реальной жизни. Веб-интерфейс, вот он как-то очень хитро работает, и в принципе он позволяет сделать практически то же самое, что и командная, ну, за редким исключением. Основные вещи точно позволяют делать, но уж больно это долго и нудно руками все делать. и вот у нас консольный порт, порт RG45, это еще с рабочих станций пошло, что как только RG45 для Ethernet стал применяться интенсивно, то он вот и для консольного порта тоже этот же разъем стал применяться удобно. Вы сюда втыкаете и работает. Но есть варианты вот с microUSB, miniUSB, это miniUSB, да, это все-таки miniUSB, да, кабелей уж таких не найдешь. Ну, так USB втыкаете в компьютер и с ним работаете. Значит, вот поскольку у нас подключение по последовательному порту, вот такой кабель раньше стандарт нашел со всеми цисками, сейчас экономят, не идет, Apple не кладет зарядку, циска не кладет кабель консольный. Вот он, этот кабель, то есть вот RG45 с одного конца в циску втыкается, а с другого конца RS 232 DB9 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 9 у него дырочек, а на современных компьютерах нет DB9, соответственно, вам нужен еще один конвертер с USB на USB DB9 и вы цепляете в компьютер, включаете этот конвертер, к нему подключаете вот этот разъем и все. Вот такой вот набор хитрый. Ну, это то же самое, только в виде гибкого кабеля, а не на одной планке, опять USB и вот DB9 папа. DB9 папа. Ну, вот собственно и все. Теперь я думаю, что вы радостно скачаете. Ну, тут большого ума не надо, чтобы все это скачать и заработала. Запустите и собственно на этом наверное ваше лабораторное и закончится. Ну, если у вас будут вопросы, то пожалуйста задавайте. Есть ли вопросы какие-нибудь? так, если вопросов нет, то можете приступать к выполнению лабораторных работ. Значит, напоминаю, что на курс записаны те студенты дисциплины по выбору, кто подавал таковые данные тьютера, то есть данные взятые от тьютера. Если вы на курс не записаны, то соответственно вы его и не выбирали для изучения. Напоминаю, что раз в неделю у нас в неделю сдается по одной лабораторной работе. По просроченным работам просроченные работы с первой по восьмой принимаются до середины апреля, потом их сдать уже будет на ту ист нельзя. По второй части с девятой по шестнадцатую соответственно сдаетесь апреля по июнь. Вот. Все сроки есть. Если что-то на ту ист не отображается, прошу написать, что именно не отображается, и мы можем тогда поправить. это касается и оценок, и может быть какой-то еще у вас сбой может быть произошел. Основная информация вся по сегодняшней теме. Приступайте, пожалуйста, к выполнению, не затягивайте сдачу ваших лабораторных работ. Сейчас у вас третий модуль по этой дисциплине достаточно простой. Дальше будет усложнение, соответственно, больше времени надо будет тратить на выполнение заданий. Поэтому, пожалуйста, планируйте свой график. Если будут вопросы, то задавайте их в течение наших занятий. Консультации по дисциплине по вторникам с 16 и 30 до 5 часов. Ссылка для подсоединения есть на курсе. Так, что еще? Ну, пожалуй, все. Если в течение занятий вы хотите что-то спросить и вдруг преподаватель не откликается, оставляйте поднятую руку. Как только мы увидим, то, соответственно, сразу с вами сконтактируемся. Вроде бы информация вся. что-то Продолжение следует... 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 Продолжение следует...